Я не могу понять. То есть приходится насильно учить людей знакомиться друг с другом. Образно говоря. Упражнения специальные придумают, что ну вот, теперь можно знакомиться. И в конце мы считаем сумму. В конце мы считаем сумму. Мы суммируем все баллы, которые набрала Миша и пишем общую... Сколько получилось? Пишем общую сумму. Сколько получилось? Какие есть вопросы? По выбору Миши. Какие есть вопросы по выбору Миши? Пока подумайте вопросы, я вам еще пару скажу ошибок выбора Миши. Самые частые ошибки выбора Миши, их несколько. Первая вещь. У разных людей выстрелят разные ниши. Если у одного человека работает одна ниша, это не значит, что у вас такая же будет работа. Как правило, у вас будет работать другая. Поэтому перестаньте думать, что вот так вот так же. Вторая вещь. Это... Если вы очень хотите нишу, но в ней не разбираетесь. Ничего. Как в детстве вы не разбираетесь, как хотите, вы так же разберетесь. То есть можно брать эту нишу. Даже нужно. Что еще самые частые ошибки? Не вкладывать деньги на старте. Не вкладывать деньги на старте. А если вкладывать, то те деньги, которые вы готовы потерять. Это вообще золотое правило бизнеса. Вкладывай денег столько, сколько готов потерять. Тогда все будет хорошо. Если вкладываешь денег столько, сколько не готов потерять, как правило, почему-то не очень хорошо. По опыту. Вопросы какие давайте? По нише. По нише вопросы любые. Ну, должно быть 20 стаяний. Мне понятно, как выбрать нишу. Все, буду делать. Второе стаяние. Есть вопросы. Ну, если все уже вот общепит. Там, может быть, еще меньше высотка. Ага. Да, общепит. Как раз-таки много занимался этим всем. Вообще, люди часто, которые занимались и уже не занимаются этой темой, всегда будут говорить, никогда не бери эту тему. Ну, там, никогда не бери эту тему. Это, вот, действительно, общепит сложнейшая тема. Начинать сегодня нельзя, потому что продукты портятся и так далее. Однозначно свежие, чтобы продавался, сарфанка был. Поэтому, ну, общепит, нельзя с него начинать. Если прямо хотите открыть ресторан, ну, найдите его ресторан, удвоите его продажи. Научитесь влиять на деньги, плюс погрузитесь в тему. А потом либо с ними сеть делаете, либо свой ресторан, либо какой-то. Много вариантов. Да? Вот как действовать. По поводу общепита, мы смотрим, смотрите, есть такие ниши, где много постоянных платежей. Где много постоянных платежей. То есть надо спросить себя, если... Сколько я заработаю на одном человеке в течение одного-двух месяцев? Если у вас есть бизнес, так устроен, что там постоянные платежи, это общепит, это, я не знаю, подключение интернета, это еще что-то. Где постоянные платежи, вообще это круто. То есть, если вы когда-нибудь дойдете до уровня IPO, то есть выход на IPO. Мы сейчас, кстати, одной компанией, Balteca Trans, делаем вот эту услугу. То есть, ну, много чего для них делаем. Мы выбираем специалистов, там, 150 человек, занимаются выставкой на IPO компании. Которые миллиарды обороты в месяц. Это, ну, космос, логистики, там, номер, там, топ-5 входит в мире. И когда выходишь на IPO... Я сейчас выбираю, да, вот так вот, я возьму, там, номер, там, пятнадцатый.